Родоначальником видеопоэзии как жанра считают итальянца Джанни Тотти, который в начале 80-х стал создавать свою экспериментальную поэтронику из кино, поэзии и экранных образов. В своих работах он обращался к истории, политике, мифологии, фольклору и устным традициям. Я, к сожалению, профессиональный кинорежиссер, поэтому мне всерьез относиться к такого рода деятельности крайне сложно. Поэтому в данном случае судите сами. Среди наших кинорежиссеров нашлись те, кому видеопоэзия показалась интересной. А киноклуб «Синефантом» даже создал программу по разработке морфологии жанра. Небольшие фильмы на стихи современных поэтов чаще называют клипами, но легкий киножанр взял равнение на серьезное искусство. Режиссеры на короткой дистанции нашли возможность для лингвистического маневра. Новый поэтический язык нашел себе достойное видеосопровождение. Сколько себя помню, я все время влюблена, без просвета. Стихи Веры Павловой, видео Натальи Бабинцевой. Главный герой – картонное сердце. Разбитое девичье сердце, из него вылезали разные существа. В несколько строчек Вера Павлова упаковала свои детские переживания и юношеский страх. Режиссер Наталья Бабинцева ударила по слову веселой картинкой, обернула его в мультик. По сути, это просто видеотрактовка, да, то есть как бы сихотворение рассматривается в данном случае как сюжет. Вот, под него пишется сценарий, отдельная какая-то история. Вот, и она снимается как маленькое кино. Маленькое кино длиной в 2-3 минуты. Видео любое, документальное, игровое, анимационное. Экранные образы возникают из поэтического текста. И мыслимо ли это над сумкой овощей? Увидел я поэта совсем других вещей. Здесь очень важно соблюсти некую грань, когда твой сюжет, да, некий видеоряд, он не поглощает текст, чтобы зритель его слышал. В 80-х Джоанни Тотти вживлял стихи в киноколлаж. Потом американец Рихард Костеланец разбавлял текст голографии и компьютерной инсталляции. Оба художника тянулись за абстрактными фантазиями. Но термин видеопоэзия возник только в 90-х, когда картинка стала больше похожа на художественное кино. Сегодня этот жанр уже приравняли к короткому месту. Даже в межпрограммке английского телевидения поэтические ролики крутят как киноавангард. У нас еще в 84-м поэт и философ Константин Кедров заявлял, что русская поэзия забуксовала на пушкинизме. И попытался вытолкнуть ее на мировой простор своими силами. Вот это самопальное видео Кедрова «Компьютер любви» пособие по кедровской теории. Она называется «Инсайдаут». Кедров продемонстрировал, как найти поэту не только своего читателя, но и зрителя. Но гриль лицу не всегда к лицу, не для всех играет гобой. В 2002-м в Берлине стартовал фестиваль поэтического фильма «Зебра». В прошлом году работы прислали уже из 53 стран. Россию представлял Федор Кудряшов. Это должен быть синтез какой-то между смыслами, которые заложены в поэтическое произведение, и каким-то моим взглядом на эту поэзию. Кудряшов снял фильм «Кукушка» на стихи Максима Амелина «Мне 30 лет». В нем столкнул героя и время. «Мне 30 лет, а кажется, что 300, испытанного за десятерых...» Поэту, впавшему в кризис, режиссер подобрал видеометафору. А в финале фильма – хроника начала века, человек, прыгающий с эфилевой башни. Большой плюс видеопоэзии – то, что рамок нет, и можно делать абсолютно свободно то, что хочется. Единственное условие жанра – чтобы поэт сам читал свое стихотворение. Птичьим пером обрастает рука в белом зрачке облака, облака. Когда поэт сам участвует, хотя бы голосом в создании, он таким образом подписывается, типа «утверждаю», понимаете? Это важная деталь своего рода индульгенция. Выпускники в ГИКа Наталья Бабинцева, Федор Кудряшов и Артем Рыбаков уже три года делают мини-фильмы. Свою студию назвали «Кружок, квадрат и треугольник». Прописали ее в квартире у Натальи. Рабочее место режиссеров такое же крошечное, как и их кино. У меня, как и у режиссера, выпускников ГИКа абсолютно… Ну вот сейчас, насколько я ощущаю, нет возможности заниматься чем-то глобальным, большим кино. Видеопоэзия для меня – это возможность сделать нечто свое, пусть это будет маленькое, но какое-то вот такое маленькое кино. Это будет трэш полный. Вообще-то раскадровки не обязательно. Обычный режиссер строит план в голове. Стихотворение может быть любимым, а может и просто подвернуться под руку. Главное – найти изобразительную рифму, прогнуть строчку подката. Рисуй мне, пожалуйста, как страшно без тебя ночью, Когда я кашляю, горбость, виден весь позвоночник. Его они и рисуют. Если так по-честному подходить, то здесь, конечно, поэзия должна быть главной. Но в силу того, что мы все так или иначе кинематографисты и связаны с кино, у нас, конечно, чаще превалирует самовыражение в видео, в визуальном, придумывание языка визуального. Такой язык ищут и сами поэты. Андрей Родионов – главный идеолог хождения поэзии в народ. Но в таком путешествии он считает, что нужно правильно определить границу. Наталья Бабинцева границу стихотворения Родионова «Вавилон-5» нарушила. Классиков запустила в космос. Вслед за ними взлетел и сам Родионов. «Вавилон-5» – фантастическая станция для безбарьерного общения. Здесь запросто можно и с Пушкиным, и с Лермонтовым быть на дружеской ноге. Такие истории, как глоток свежего воздуха во времена кислородного голодания большого кино.